А где была стена, это была на самом деле дверь. Где, казалось, был пол, там был пруд. Там, где была вода, там на самом деле был пол. И когда Дурьёда нашёл по такому дворцу, он провалился под воду. И тогда царица не удержалась и засмеялась над ним. Она сказала, какой слепой отец, такой слепой сын. И из-за этой обиды, из-за этого просто высказывания, вот этой шутки, состоялась война, где были убиты миллионы, миллионы, миллионы людей. Просто это было одной из причин этой великой войны, описанной в Махаппарате. Кто-нибудь, возможно, слышал, кто не слышал о Рамайне? Знаете Рамайна? Кто не слышал о Рамайне? Где же? Рамайна тоже описывает огромную войну. Войну между господом Рамой и самым великим, самым могущественным демоном, который был прежде Раваном. От его мучений страдала не одна планета, а очень много планет. И там описывается, как происходило это сражение, схватка. Так вот, вся эта война тоже случилась по одному лёгкому высказыванию. Однажды, когда Господь Рама и Лак со своим братом, со своей супругой Ситы находились в ссылке в лесу по определённым причинам, то Сита обидела словом Лакшмана. Однажды появился один вахребный олень, который захотелось получить себе Сита. И Рама погнался за этим оленем, чтобы исполнить желание своей любимой супруги. И Сита осталась с Лакшманом, а олень был непростой, это был демон, который превратился в оленя. Этот демон просто хотел, чтобы Сита осталась одна, чтобы отвезти от неё и Раму, и Лакшмана, которые её защищали. И когда олень увёл Раму, он закричал голосом Рамы, «О, Лакшман, Лакшман, помоги мне!» И Сита сказал, «Лакшман, иди, помоги своему брату!» Лакшман говорит, «Ничего не может случиться с Рамой, а с Рамой никто не сможет никогда справиться!» И тут Сита сказала, «Я знаю, почему всё это время со мной, я знаю, почему сейчас ты не идёшь помочь Господу, почему ты не идёшь помочь Раме, ты только и ждёшь, пока он умрёт, для того, чтобы потом жениться на мне!» Это были настолько обидные слова для Лакшмана, он даже не смотрел никогда её в лицо, он смотрел только всегда на её стопы, воспринимал её как своей матерью. Из-за этой обиды состоялась огромная война, на которой тоже были убиты многие обезьяны и демоны. Д attend times, в секунде представите лакшмана по сулаву, wegen я всегда пытаюсь illumin vur átui, Вы можете посмотреть на это материалласт, не хуй hear в кофе, 언у люди говорим им во bour eksぱ, «we», 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 «we» «в», «we» в которой мы живем, какие войны и схватки бывают между людьми, когда даже нет причин, просто обидно, что ты высказался по тому или иному поводу. И что после этого бывает? У всех большого опыта. So on her tongue always one tell me something, always one tell me… Again, you can tell it nicely, always chanting this Hari Krishna Mohammed. If he taking this material walk, then bind this material walk. If you want to tell Krishna's pastime gold, you can tell Krishna's pastime, Or you can chant this Hari Krishna Mohammed. То есть, вот эта страсть, вы можете найти Материал-Ван, и эта страсть, он тоже Материал-Ван. Ты получишь блаженство и радость. Кришна-Сева, Кришна-Спасха, Кришна-вива. Так много вещей вы можете найти. Поэтому, Бхаргавана Капридей говорил, что Материал-Ван, что это Мин, основной, в основном, он скринет в Материал-Ван и в пиа. Когда этот Мин и в Материал-Ван, он скринет в вас, и когда Кришна-Спасха, он скринет в Материал-Ван. Манаса вегам, то есть порыв ума, неопузданность ума. Сколько желаний рождается в нашем уме. Какой бешеный у нас он, что он только не делает, чего он только не желает. За одно мгновение он может уместись туда, куда этого не следует. Каким образом можно справиться с этим умом? Ум всё равно будет работать, ему всё равно нужна работа. Поэтому нужно его занять в служении. Ведь так много служения, которого нужно сделать. Нужно просто этот ум отправить на служение, он там много найдёт в себе занятий. Этот ум нужно отправить на Харикадху также, нужно слушать о Крэшне. Как Капелла так говорит своей матери Давахути, Ум это причина нашего рабства в мире и ум это причина нашего освобождения из этого мира. Все эти порывы чувств, порыва ума, желудка, гениталий, Оно всё очень сильно нам мешает. Оно является нашими препятствиями. Но с этим всем можно справиться по милости Ваишнава. Поэтому, помогите, Саш, на Грибахарыч. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прежде всего, я предлагаю свои нижайшие поклоны моему духовному учителю Витталилу Правищну, Умвечно Бащищему Бхактии Сиданта Шируб Гаслами Махараджо, также моему Шикшу Духовному Исаньясу Духовному Учителю Витталилу Правищну, Умвечно Бащищему Шируб Гаслами Махараджо, всем собравшимся здесь с Вашнавом, Вашнави, гостям. Сегодня нам очень повезло, поскольку сегодня мы собрались вместе, чтобы послушать Харикиртан, Харикадхо. Шанкара говорит Парвате, Кто является самыми удачливыми, те, которые приходят, те, у которых есть возможность слушать Харикадхо и Харикиртан? Шанкара говорит, что в этом мире всего в избытке, есть только две редкие вещи, две очень редкие вещи. Это общение с Вашнавами и возможность слушать от них Харикадхо. Вашнави, Парвате, есть, прабвата, в том числе, есть два вещи, есть очень редкие вещи. Но я видел, что это очень редкие вещи, что здесь, в Санкт-Петербурге, они пишут на Харикадхо, они пишут на интернет, и они пишут, они дистрибуются много информации. в Харикадха. Я не знаю. Так что они делали так много вещей, но в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге очень редко, очень редко, очень редко. Зашел в интернет, всегда скачал. В чем редкость-то? В Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге все они делают. Но санкт-Петербургой Санкт-Петербургой говорит, что Абат Эйсара Ати-катинай Рам Крапавину Айни. Он делает все, а Парбат не приходит. Абат Эйсара Ати-катинай очень-очень тяжело, чтобы пришли сюда. И Шанкара говорит, да, Ваишнавы есть, Харикадха есть, они делают все, чтобы это было доступным. Но кто придет послушать? У кого захочется, появится желание зайти в интернет, чтобы скачать Харикадху и потом ее прослушать? Это очень редкая возможность. Когда Господь вдохновляет на это, это Его особая милость. Да, как говорится, что Б consist bus by darkness, это Санкт-Петербург и перебours, Если будет кинотеатр, если это будет пивной бар, если это будет ночной клуб, там будут очереди, но чтобы прийти послушать харикадху, даже если она будет, мало кому захочется. И тогда Шанкара объясняет о том, что почему же это такая редкая возможность, почему так мало людей приходит слушать харикадху. Если есть те, то есть карма, очень и очень хорошие, очень хорошие, очень хорошие, очень хорошие кармы. Если кто-то приходит в Харитаханда, то это материальное существование, это первое место, и кто-то полностью, и кто-то полностью. Поэтому, кто-то не приходит в Харитаханда, они приходят в Харитаханда. Только если у человека очень много заслуг в прошлой жизни, если он совершал много благочестивой деятельности, то тогда в качестве подарка Господь даёт ему такую возможность. В романе Тула Сидаса описывает великий поэт в Харитаханда. Вайшнав Тула Сидаса описывает, это такие воды Харикадхи, настолько чудесные и могущественные, что каждый, кто в них окунётся, превращается либо из вороны в кукушку, либо из цапли в царского лебедя. Возьмём, к примеру, ворону и кукушку. Обе чёрные птицы, но как они отличаются своим голосом? Одну слушать неприятно, это просто больно для сердца. А пение второй – пение кукушки, оно очень сладкое для слуха. Никому не нравится, как вороны каркают. Всем нравится, как поют кукушки. Кукушки, кукушки в лесу. Какое значение за этим находится? Пусть он и кукушки в лесу. Оно каркают. С какой-то материал принесет? И вы всегда делаете материал, как и выглядит, как вы выполняет из этого материала, как вы получаете, как вы, как вы получаете, esas материалы которые не поступают, все пишут, он вы KARMED, убегаем его, если вы утром можете, то вы будете использовать его, с моим мужем, мне показаны, в своем другой паре, что она не подойдет, в манже у меня, Кукушка и ворона выглядят вроде как одинаковые, но у них совершенно разная речь. Вот точно так же выглядят преданные материалисты, вроде как одинаково, но у них совершенно разная речь. Материалисту нравится разговаривать во всём материальном, у него просто жжёт сердце. Он внешне может сказать, да, у него всё замечательно, но будет говорить о том, что его оставила жена, о том, что у него заболели дети, о том, что у него плохо с бизнесом, о том, что у него не хватает денег, о том, что он внутри будет сильно страдать от семи видов страдания, болезни, рождений, смерти. Кто-то его оставил, брошенная любовь. Слушать такого человека больно. Это речь материалиста, у него вкус к этой жизни. Тогда как преданный… Преданный Магара сейчас объяснит. Это коку, что здесь кровь, что это материал. Но это коку, но мы говорили Криснас пальцы. Криснас пальцы красивая. Это Криснас пальцы. Вы летende собой квартиру, если вы любите, вы остались в дом, если вы в город, кто-то, 10 километра, 15 километра, 20 километра пальцы, как будто все готовятся. Он говорит, ну посмотрите на преданных, которые подобны кукушкам. Вот сидят здесь преданные, подобные кукушкам. Они оставили свои, некоторые оставили свои работы. Некоторые оставили, пожертвовали чем-то другим, своими семьями. Кто-то приехал издалека, кто-то там за 10 километров, кто-то из Сибири приехал. Ради чего? Ради того, что есть вкус к этим сладким играм Кришны. Гопия поет о Кришну, рассказывая тебе, это сладкий нектар бессмертия. Когда кто-то его пьет, то он освобождается из этого мира, он освобождается из оков материального мира и уходит к тебе. Великие святые прошлого, они молят, обращаются к Господу. Господь, почему Ты дал мне только два уха? Почему Ты не дал мне тысячи ушей? А Шрубагасвай Мольца говорит, ну почему только один язык? Почему не тысячи этих языков? Притумахарач, например, молится, он говорит, о Господь, но почему только два уха на моем теле? Ну почему не тысячи ушей? Господь как бы недоумливает, ну зачем тебе тысячи ушей? Ну два еще хорошо смотрятся на теле. Ну если там будет гораздо больше, ну что это будет? Нет. Да. Он θелал мне глядя 10,000 лет. О чем молится по-настоящему Приту Махарадж? Он молится не о том, чтобы у него было много ушных раковин на теле. Он молится о том, чтобы не пропустить ни одну харикатха. Сейчас здесь идет харикатха. Где-то еще идет харикатха. Во Вриндаване, в Навадвипи, в Пури. Там, где находится Вашнава, там идет харикатха. Приту Махарадж, когда просит 10 тысяч ушей, он просит, я хочу находиться на каждой харикатхе, я не хочу ни одну пропустить. У нас тоже есть возможность, определенная сила слуха. Но при этом Махарадж молится о том, чтобы у него эта сила слуха была как 10 тысяч ушей, чтобы он все внимательно харикатху прослушал и принял. Это мы говорили о том, как ворона превращается в кукушку, благодаря Кришне-катхе. А теперь, как же превращается цапля в лебедя? Вот, например, цапля и лебедь, они оба белые птицы, белые большие птицы. Они похожи внешне, но какой же разный у них характер? Цапля, насколько вы видели, это птица, которая живет в грязном месте, в грязном болотистом месте и питается насекомыми, рыбами, лягушками, то есть не совсем приятными вещами. Тогда как лебедь, лебедь живет на Манасасароваре. Лебедь принимает сладкий нектар, сладкий мед лотосов. Он пьет нежные стебли лотосов. Несмотря на то, что обе белые птицы, одну тянет к грязному по своей природе, а другой к чистому и божественному. Что же это значит? Минь. Вы меете в грязном поле, кранец. Материал он всегда смотрит на материал с бенефет, материал отношения, материал он всегда смотрит на материал. Это материал очень хорошо. Он и говорит, что вы любите свои слова, когда он died, вы любите это, чтобы закончить. Поэтому, разумеется на материале, но после этого. Так что если вы посмотрите на материале, он и говорит, что ты создавал. Но если ты изучите кр Dartmouth, крышенス pour конца, крышна с любовью и которая будет любитель. Эти цапли являются материалистами. У цапли, у материалистов взор обращен к материальному, к материальной жизни, о том, где бы получить выгоду, как увидеть недостатки у людей, как совершать грехи, как материалист постоянно увеличивает свои материальные привязанности, у него вкус ко всему материальному. Но все эти материальные привязанности даруют боль. Ты кого-то любишь, и он умирает. Ты хочешь деньги, а деньги заканчиваются. А лебеди всегда смотрят на Кришну, всегда смотрят на его игры и всегда тянет к трансцендентному. В этом они разные. Продолжение следует... Продолжение следует... Материалисты привязывается ко всему материальному, и он все это теряет в конечном итоге. А преданный, он поклоняется Кришне. И поскольку Кришна вечный, он обретает качество вечности. И поскольку Кришна это само знание, преданный становится глубоко знающим человеком, ему открывается все знание. И поскольку Кришна это блаженство, то преданно он погружается в эти волны блаженства. Чтобы Кришна это блаженство, то есть он, 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 и он, он мой. Он, 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 И тогда Шанкара говорит Парвате о том, насколько это редкое и в то же самое время очень большая удача прийти послушать Харикатху. И если перед нами открывается такая возможность, если мы вдруг понимаем о том, что мы слушаем Харикатху, нужно понимать о том, что Господь уже стучится в нашу дверь и зовёт нас к себе «Иди, иди ко мне». Если мы пришли к Вашнаву, если мы слушаем Харикатху, это значит, заканчивается наше пребывание в этом мире страданий. Это значит, что Господь нас начинает принимать в себе. Поэтому нам сегодня очень повезло. Мы сегодня слушаем Харикатху и поём киртан. Подответитесь ближе, чтобы там людям можно было сидеть. Субтитры делал DimaTorzok и поём киртану. They said that for us. Здравствуйте. Доброе утро. Но. Мне кажется, что Вы не могли бы сказать несколько слов о гору Татхе, о важности гору в нашей жизни. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... После того, когда Шила Ведовьяс дал расширенное понимание о том, что мы не части этого мира, после того, когда Шила Ведовьяс дал Упанишады, описывающие нам природу Всевышнего, то есть он стал уже описывать о том, что такое Абсолют, природу Господа. После этого Шила Ведовьяс решил о том, что, чтобы понять то, что в этих больших объёмных ведах написано, для того, чтобы понять, что заключено Упанишады, нужны определённые заключения, выводы. И в качестве этих выводов, то есть выбрать самые главные моменты, чтобы это было очень сжатое, сама суть этих огромных вед. Тогда он написал Брама-сутру или Веданта-сутру, которая создает из 550 высказываний. Она представляет собой Веданта, конец или заключение, выводы вед. Что fight of сутра, то есть и выак что вы создадите только в среду. Она повторсовала крисно. Кришна — это Сатья, Дьяна-Саруба, Дьяна-Саруба — это все качества. Кришна — это Кришна. Кришна — это Кришна. Он всегда был 11, 12, не более чем 40 лет. Он всегда был пен, он был Кришна. Кришна — Сатха. Он был парцем. Он уже воспринимался. Он поднимался. Он стал старым. Он был квадрат. Он не мог быть мировом, но он тоже был маленький, он был маленький. Но в самом деле, он поменялся подfастливаться. Но потому что Кришна — Кришна — это наш решительный об oversimUL. Он выясняется. Первый вывод Вет звучит Артата Брама Джигиаса. Если ты хочешь стать счастливым, если ты хочешь достигнуть выше, если ты хочешь достигнуть то, что ты хочешь, тебе нужно вопрошать об этом. Тебе нужно вопрошать об этом выше. И Магарач объясняет, что мы все обладаем духовной природой. Каким образом это можно увидеть, что мы все обладаем духовной природой? Посмотрите на изображение Кришны, на это изображение Кришны, на другие изображения Кришны. Кришна всегда красив и юный, ему где-то 10-11-12 лет. Это самый прекрасный возраст. Это когда ты просто пышешь, цветешь этой юностью, этой молодостью. И каждая душа, каждый хочет находиться в этом возрасте, в этом самом прекрасном возрасте. Почему? Потому что у нас у всех его качество. У нас у всех вот эта неотъемлемая природа души, она находится в этом возрасте всегда. Это ей естественно. Даже когда мы, например, в возрасте, когда мы смотрим на зеркало, сколько бы там нам не было, нам всё-таки хочется сделать из себя примерно тот возраст при помощи макияжа, при помощи помады, при помощи пудры, при помощи кремов. Лишь бы только вот тогда, когда ты цветёшь этой юностью. Тоже от себя до боли. Мы когда ехали сейчас в поезде, все песни были. Давай вернёмся в юность, давай вернёмся. Я тебе открою тайну, прекрасный, чудесный мир. Вернёмся в молодость. Махарадж говорит, почему женщины так много усилий тратят на то, чтобы снова стать красивыми? Зачем они брови выщипывают? Зачем они волосы красят? Зачем они украшают тебя? Потому что душа этого желает. Это естественно для души. Мужчины так же делают. Зачем они? Жизнь. Одна из них. Одна из них. Расскака. Одна из них. они только 9, 10, даже 8. Расскака, они только 10, только 12, не только 12, 13, и в важности. Они получили садану. Они получили эту ситуацию. Они получили, что они получили. Кришна и Его друзья — они все этого возраста. Они все там наслаждаются этим отрочеством, этой юностью, этой силой, этой красотой. И каждый хочет этого достичь, каждая Душа хочет это подсознательно, тем или иным образом. Если мы будем совершать Саддану Баджану, то это возможно, обрести эту вечную красоту, этот вечный возраст. И не мучиться больше с макияжем. И поскольку Кришна — это само знание, поскольку Кришна обладает всем знанием, поскольку это Его качество, и поскольку у нас та же самая природа, каждый из нас хочет быть умным, каждый из нас хочет прослыть очень умным. попробуй кого-нибудь назови, что он что-то не понимает, о том, что он глупый, о том, что он просто… Конкретно. Конкретно, да. Слово такое есть. Если ты кого-нибудь так назовёшь, человек примет это как смертельную обиду. Никто не хочет потому что быть таким. Все хотят быть умными, поэтому они хотят в школе, они в школе хотят блеснуть своими знаниями, поэтому они учатся в университетах, получают докторскую, получают магистрскую. Все потому что у нас качество Кришны, это очень легко понять, какие у Души качества. Кришна, да, 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 да. Итак, Кришна, Он ещё и Само блаженство. Он всерадостный, всенаслаждающийся Господь. И поскольку мы Его частичку, у нас у всех то же самое качество. Мы все хотим быть всегда радостными, всегда быть в счастье, всегда испытывать это блаженство, эту эйфорию, экстаза. Но всё, что мы делаем с утра и до вечера, мы делаем ради этого. Мы в школу из этого ходим, обиды терпим, оскорбления. Всё готовы терпеть ради того, чтобы потом иметь это блаженство, иметь эти счастливые взаимоотношения с кем-то. Но Веданта с утра говорит, а нет тут этого. Никто этого в этом мире никогда не добился. ни в прошлом, ни в настоящем, это невозможно найти в материальном мире. Нет в этом материальном мире ни вечной красоты, которую мы хотим. Нет в этом мире ни вечного Знания, которое мы хотим. И нет в этом мире вечного счастья, которое только может нас удовлетворить. Иногда такая иллюзия возникает о том, что вот это моя самая главная проблема в жизни. Стоит мне её решить, я буду самым счастливым человеком. Такая иллюзия. Только после того, когда ты её решишь, там в целую очередь будет других проблем. И вот этот первый вывод, Вед, первая сутра, Веданта сутра, говорит о том, как же можно достичь то, что мы хотим. Он говорит о том, что кастрот, кастрот и атаку. Он говорит о том, что вы получаете счастливым? Веданта сутра, он говорит о том, что вы получаете счастливы. Но для этого я не хочу. Просто, когда вы получаете счастливы. И Веданта Сутра говорит, то, что ты хочешь найти, этого нет здесь, в материальном мире. Ты пытаешься найти вечное среди смерти. Ты пытаешься найти это, где всё разрушается. Всё умрёт в одно мгновение, всё будет уничтожено. Если мы на самом деле хотим красоту, вечность, если на самом деле хотим Знания, блаженства, Любовь, то нам нужно обратиться к Ахата Брама Джигяса. Нам нужно вопрошать о Нём, о Высшем. И поскольку Он этому источник, нам нужно идти к Нему. У Него есть то, что нам нужно, только лишь у Него. Они watt и amazing. Они учатся эти танцы. Они говорят, блаженства, блаженства, блаженства. Они показывают, как Вы можете получить это? Чанцы. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. So then you can find out, not necessary, it's telling you only this name is the Egypt process. And Vedanta Sutra says about how to achieve this Krishna, only through his name, only through his name, only through his name, only through his name. It can be achieved only through His name. Like how we were here in Petersburg? Because we knew the name of Indumohan Prabhu. He is right there. Because we knew the name of Indumohan Prabhu. And because we knew the name of Indumohan Prabhu. And this is the Omean. He cannot qualify the person with a babe. And this is the babe. So now how can they benefit them with a mother? And the word of Indumohan Prabhu. And for women, who are doing their own domestic work, and for workers, who have no time to do it, they can also understand the truth. And there is an interesting story. Yes. So then you become completely satisfied. Then you become completely satisfied. Then you become completely satisfied. And you become completely satisfied. Yes. Then you become completely satisfied. And so the world cannot be satisfied. The Bible is justified. Why would you become truly satisfied with an individual, or as the realem, or as the one and the human is? Why would you become totally satisfied with a true realization without a thought? And only when wrote, when you were ever determined without a thought about. Он почувствовал удовлетворение, потому что суть Бхагавата заключается в том, что Шилаведа Вьяса описал Господа, он описал самого Кришну. Он говорит, что может удовлетворить душу, только если она будет совершать Парадхарму, только если она будет совершать Высшую Дарму. Какую Высшую Дарму? Только если она будет поклоняться Адхокшадже, тому Адхокшадже, который совершенно нематериальный, тому Адхокшадже, который вне восприятия, вне этого материального мира. Если только душа будет поклоняться тому, кто вне материального мира, этому Адхокшадже, если она будет поклоняться Ему Агайтуки, если она будет делать это бескорыстно, то есть из Любви. Если это будет делать суббрасидот, если она будет делать не иногда, а если это станет Её жизнью, это если станет каждым мигом Её жизнью, только лишь это может удовлетворить душу. И поскольку Шрила Ведовьяса, как гуру, имеет к нам большую отцовскую Любовь, Он сама инкарнация Кришны, Он сам Кришна, который пришёл к нам, чтобы подарить нам спасение, чтобы подарить то счастье, которое мы ищем. Поскольку Он относится к нам, как к детям, только Он видит о том, что на самом деле может стать счастливыми. Поэтому, объяснив это Бхагаватам, Он испытал истинное удовлетворение. И поэтому мы очень-очень опясанно шили Ведовьясу. Он подарил нам знания о Нём, и Он подарил нам спасение. Благодаря Нему мы когда-нибудь станем бессмертными, вечно юными, прекрасными слугами Кришны, вместе с Кришной. Всё благодаря Шриле Ведовьясу. Поскольку это очень важный праздник в нашей жизни, мы сегодня будем слушать о Гуру Татве. Субтитры создавал DimaTorzok 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 зачем это сделал канал уже этих задач не будет цену только Магарач объясняет о том, что мы тратим свои деньги напрасно, тогда идем к хиромантам, к астрологам. Мы идем туда, чтобы посмотреть, что же там нас ждет в этом будущем, в этих ужасных линиях, какие беды с нами будут, какие приобретения будут. Магарач говорит, эти астрологи, эти астрологи, хироманты, они вам в основном обманут. Но даже если скажут эту правду, она не изменит нашу жизнь, она не отразится вообще никак на нашей жизни. Они не способны поменять карму все равно, они не способны помочь при этом. Никто из астрологов это не способен сделать. Эти линии могут поменяться, эта карма может измениться, только если мы будем хлопать для Кришны. Когда мы хлопаем, мы кем-то восхищаемся, мы кому-то аплодируем. Поэтому, когда мы во время Киртана хлопаем, мы аплодируем святому имени, мы аплодируем самому Кришну. И Кришна только может поменять все эти линии. Магарач говорит, чем больше будем хлопать, тем все линии будут просто замечательные, уйдут все неблагоприятные. Магарах, делай. Магарх, делай. Ты дорогой хлопал, он у него такие хорошие. А ваши слова. Магарх, делай. Ари Кирисном, Гаррих, зная, ари. Ари Кирисном,oteе. На- что-то православие. Гумировая. В комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Махараш замечательным образом объяснил значение для нас Медовьясы, того, кто принёс воплощение Господа, который принёс в этот мир знание о нём самом фактически. И без этого знания мы бы не смогли ничего понять. Но сможем ли мы оценить и узнать, вобрать в себя это знание сами? Мы не знаем Кришну, мы не знаем, кто такой Радхарани, мы слышали о них, мы можем прочесть это всё, мы можем прочесть все Веды. Но что такое знание? Кришна сам говорит в Ведах, что это чувство, бхава. Откуда это знание мы можем получить и оценить? Если мы будем просто читать сами, мы можем спекулировать что угодно в своём уме. Мы можем представлять себя Кришну таким, сохранить такими взаимоотношениями и так далее. Это будет всё наши умственные спекуляции, как говорят. И вот это бхава, это знание, откуда мы можем взять? Это может нам дать только тот, в чём сердце Кришны уже есть, кто постоянно уже находится с Кришной рядом, с Божественной Четой рядом, в своём духовном теле и постоянно с ними общается. Только от них мы можем получить это знание, потому что мы можем повторять мантру тысячи жизней. Но если в эту мантру не вдохновена энергия, которая приходит от самого Кришны, и если в эту мантру Гуру не дал эту мантру, мы не получили ни от него, не получили эту шахти от него, чтобы повторять её, это ничего не даст. Мы так и останемся, будем просто повторять и будем превращаться в цикле рождения и смерти в этом материальном мире. Поэтому Гуру – это важнейший выбор Гуру и принятие Гуру – это важнейший шаг в жизни каждого человека. Важнейший шаг. Это важнее, чем выбрать жену, мужа и так далее. Потому что Гуру, если мы выбираем, если мы принимаем Гуру, это уже вечная связь с ним. Он устанавливается. Он может за нами ваприть, если мы упадём. Он будет нас сопровождать и в духовном мире. Это вечная связь, вечное отношение. И важность Гуру, принятие Гуру показал сам Господь. Сам Кришна, Он принял Гуру. У Него был Гуру. Сам Господь Читани Махапрабху пришёл, когда в этот мир, Он пришёл к Ишварапури, Паду, и сказал ему, «Я пришёл, я всё, что у меня есть, я приношу Тебе, приношу Твоим лотосным стопам, потому что только по Твоей милости Ты можешь дать мне Кришну». Ну вот, это так кратко, что я хотел сказать и мог сказать сейчас. Ари Кришну. Потому что там Махараджи хотел, что-то кто-то сказал, другой. Да, он, ой, ой, домохам пабху. Он, ой, домохам пабху. Он здесь. я предлагаю сегодня давать про нам о моем возбуждении в нашей жизни прежде чем говорить о том насколько значим тот или иной персонаж нашей жизни нужно понять свое положение каком наше положение и почему мы нуждаемся в нем мы как слепые котята мы не знаем истины наши глаза закрыты и мы никогда не видели истины мы никогда не жили настоящей жизнью и гуру дэв гуру означает тяжелый он тяжелее чем вся привязанность к материальному миру чем вся эта иллюзия чем все то что нас обманывает нас дурачит эти веселые картинки и гуру он как говорится в этой мантре ом агьяна тимирам гаси агьян анджана шалакая чакшур анмелитамина тосма шри горо венамаха гуру дэв мои глаза очень плотно закрыты и я нахожусь во тьме я не вижу вообще ничего представьте что вы слепой человек и вы не видите на вашем пути очень много препятствий канавы рвы дикие звери бушующие океаны реки колодцы и вы идете просто вы бесконечном пути вы идете и все это находится на вашем пути кто вас может привести к вашей цели только видящий человек и этот видящий человек который видит истинную реальность истинную жизнь это шри гуру который приходит без причины милости из духовного мира и который может даровать нам это же зрение он своей любовью своей любовью он смазывает наши закрытые глаза наши больные глаза и эта мазь становится лекарством для нас и мы начинаем прозревать и потихоньку потихоньку начинаем видеть сначала все мутно очень но картинка начинает все четче и четче только благодаря его лечению благодаря его мази благодаря его любви поэтому если человек не принимает шри гуру он не понимает эту мазь это лекарство его глаза всегда будут закрыты и поэтому он никогда не увидит эту прекрасную реальность он всегда будет смотреть веселые картинки диафильмы которые показывают ему маха майя и еще один пример такой друва махараджи вы все знаете этот пример и когда друва махараджи он был маленьким мальчиком и он хотел сидеть на коленях у своего отца но его мачеха суручи 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 сказала ты не можешь сидеть на коленях у своего отца потому что если будет милость господа на районе и следующей жизни ты родишься из моего чрева ты будешь сидеть на коленях своего отца и маленький мальчик пятилетний друва махараджи он был шокирован этим он побежал к своей матери в шоке очень расстроен и он сказал мать суручи сказал таким образом и его мама сказала да конечно мать суручи права потому что без милости господа ты не можешь ничего достигнуть и тогда друва означает очень решительно он сказал где где этот на района как я могу достичь его ориши муни они уходят джунгли совершают аскезы тапаси и он сказал я должен уйти сейчас же и он ушел и гуру который в сердце каждого изначально гураде гуру это параматма сам господь входит в сердце каждого и он направляет и он знает наши желания истинное желание служить ему истинное желание обрести возобновить вот эту связь с ним эти отношения и ади гуру параматма не может быть она может предстать но мы не можем увидеть ее опять же потому что наши глаза закрыты если бы сейчас саду такой как мой гуру дэв он прошел мимо меня на улице я бы даже не обратил внимание мои глаза закрыты я не вижу реальности но и что делает тогда господь он посылает туда чистого своего преданного сад гуру народа муни и народа муни приходит и он объяснить и он рассказывает о кришне описывает кришну от его стоп до самой макушки дает мантру дает практику и всего через шесть месяцев на рода муни по от открывает глаза после в медитации своей и видит какую-то личность перед собой он говорит я не знаю кто ты я никогда не видел тебя никогда не общался с тобой но мой городов сказал что ты господь ты верховная личность понимаете мы никогда не видели господа никогда не общались с ним никогда мы не знаем как он выглядит никогда не были в духовном мире и даже если господь придет то и мы не мы не обладая этими знаниями если шри гуру не даст эти знания то как мы узнаем что он и есть господь но шри гуру приходит и по беспричинной милости он рассказывает нам дает это знание дивья гьян поэтому славу гуру дева нельзя рассказать даже за всю жизнь и его знать значимость нашей жизни нельзя рассказать за несколько жизней что говорится о нескольких минутах поэтому пожалуйста я всем желаю чтобы все обрели служение шри гуру лотосным стопам шри гуру еще я хочу сказать одну вещь что мы никогда не видели рады кришну никогда не видели горни тая никогда не видели духовный мир мы видели тем кто как кому посчастливилось мы видели одну личность из духовного мира которая пришла сюда и которая была здесь всегда с нами и который остается с нами здесь если мы будем медитировать на шри гуру на своего гуру дева то так или иначе мы окажемся рядом с ним а гуру дэв всегда ни кун джи йо норати кели синси у чела гуру девы ки джей а Аплодисменты Вот Маха Простите, может Простите, может Горавея, Гарачандра, Радыка, Тадай, Кришна, Кришна, Бхагдай, Татбханамо, Намага Гяна Тимиранда, Сяга, Генаджана, Шлакая, Чакшу, Умитамина, Тасмэйши, Горавея, Намага Ши Кришна, Читая, Прабуни Тинанда, Ши Адвайта, Гадатхараши, Ва, Судящий Горбак Тавриндал Хареи Кришна, Хареи Кришна, Кришна, Хареи Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи. Прежде всего, я предлагаю свои бесчисленные поклоны моему возлюбленному Шхолгуру Дева, Вишну Падра Шатаршатаршима Бхатирангаса Махараджи, также всей Гурпану Гургодио Гуру Варги, всем преданным прошлым, настоящим, будущим. Вчера, позавчера был день Шри Вьяса Пурнима, или Гуру Пурнима, то есть день явления Шри Шри Двои Паяна Вьяса Дева. Что значит Вьяса? Это санскритское слово означает термин диаметр, то есть есть такое в геометрии слово диаметр. То есть у нас есть окружность, и диаметр — это отрезок, соединяющий две точки на окружности и центр. Такой урок геометрии седьмой класса. И что такое центр? Центр — это Господь, это Кришна. А точки на окружности, также мы знаем, что на окружности бесконечное количество точек, это все дживы, то есть Шри Вьяса, то есть он же Шри Гуру, изначально Гуру Татва, он соединяет все дживы и Господа Кришну. То есть он дает самбанху, то есть взаимосвязь. И тут буквально только что мне пришла мысль такая, спекуляция моя, что есть другие еще отрезки, так называемые хорды. Они соединяют две точки на окружности, но они всегда избегаются. Ну не всегда, то есть они в основном не в центр. То есть только хорды, которые проходят через центр, это диаметр. И что это такое? Что такие эти хорды, которые не проходят через центр? Это в этом мире все люди пытаются как-то устроиться, то есть наладить связи друг с другом, то есть две дживы, да, без Кришны. То есть это между мужчиной и девушкой, между просто друзьями. И все пытаются этим заниматься, все пытаются избежать Господа, то есть не проходить мимо центра. Но это все неестественно, не натурально, поэтому опрещено на крах. И только Шри Гуру он дает настоящее взаимоотношение, знание о взаимоотношениях души и Господа. И что же он даёт? То есть вот наш старший духовный брат Васудев пробленно рассказывал, что он даёт эти бавы, эмоции, то есть настроение. То есть Шри Гуру Дев очень замечал, достаточно часто, что самое главное — это настроение. То есть знание — это, может быть, механическое какое-то, как недавно один пренант был в Индии. Он рассказывал, что у него был опыт работы в психиатрической лечебнице, и есть такая болезнь, как шизофрения. И у них, ну не знаю, у всех, ну есть такая черта, что шизофреники могут один услышать и всё могут повторить. И он подумал, что вот если бы они слушали бы Веда, они могли бы это постоянно декламировать. То есть такое знание, то есть как знание механическое, то есть как знание попугаев, которые услышали, что повторяют. Но Шри Гуру, настоящие Вайшнавы, они дают реализованное знание, то есть они дают эту реальность. И свои Харикатхи, прежде всего. То есть они рассказывают Харикатху, и особенно в линии Гауди Вайшнавы они дают в Раджа-Катху, в Раджа-Према-Катху. И это на самом деле очень сильный и единственный процесс, чтобы обрести страстное желание Кришна-Бхакти, потому что иного процесса нет. То есть мы не хотим, мы не знаем, кто такой Кришна, почему я должен, собственно, стремиться к Нему. Но слушая Харикатху, это подобно как одна из цариц Кришны, как её имя из дворки? Рукмини. Да, Рукмини она слушала об играх Кришны, хотя никогда его не встречала. И у неё было такое страстное желание, чтобы Кришна стала её мужем, что она не хотела её, ну то есть никого другого, то есть очень такая целенаправленность, очень сильная целенаправленность. И хотя она никогда не видела, только слышала от мудрецов, от народа Муни, от других преданных Кришны. И таким же образом преданные мы никогда не видели Кришну. То есть как мы можем захотеть встретиться с ним? То есть это только по милости Гуру, по милости Вайшнав, которые рассказывают на Махарикатху, живую Катху, то есть не какие-то сухие знания, просто чтение Вет, Писаний. Катха наполнена эмоциями любви Кришны. И тогда мы сможем, тогда у нас загорится это страстное желание обрести взаимоотношения с Господом, то есть получить эти эмоции. И таким образом мы не можем видеть Господа, но мы можем видеть Его ушами, то есть через эту Харикатху. Это очень… Гурдев также об этом много говорил, что мы видим Господа. И неправильно говорить, что мы Его не видим, потому что мы очень много слышали Харикатхи от Гурдева, от Его старших учеников, которые рассказывают очень сокровенные лилы Господа. Особенно мы слышали от Гурдева, то есть это более чем живая Харикатха, то есть наполненная самыми возвышенными чувствами. И это и есть наше видение трансцендентной реальности. И наш Гурдов, Шила Бхактидан, Танрана Нагаса Махра, также его старшие ученики, сейчас они продолжают распространять то, что принёс Шикришна, читание Махапарбу. Это Нарпитам Чарим Чарат, то есть Уна Таджвава Сабакти Шрем, то есть Красоту Любви Шматирадхарани Кришна. То есть это самый возвышенный уровень Любви. И мы видим в нашей парампле Шилбактистан Сарасвати Правахупада, то есть это все представители Вьяса, потому что Вьяса — это истинный Гуру. То есть как его Шилбактистан Сарасвати Такур, его также имя Шилбактистан Сарасвати Шилбактистан Сарасвати Его имя Доса Няса. То есть он очень близкий, дорогой Виршбану Нандинич Матирадхи. Хотя Шилбактистан Сарасвати Нашпарам Гурдафим очень много времени приходилось уделять на то, чтобы врубать руб джунгли Маевады, как они это называли, то есть на то, чтобы уничтожать и крушить эти ложные концепции, теории. И наш Гурдаф, то есть они подготавливали платформу, и наш Гурдаф, он не хотел тратить время на вот это дело, на вырубку Маевады, но хотя он тоже это делал. И он больше уже времени не посвящал на то, чтобы давать преданому Харикатху, о Враджа Племе, о Славе Враджа Деве. Это мы очень удачливы, что столкнулись со всем этим, с течением Шри Кришна читать Махапрабху, что мы находимся в чистой линии Рупанога, Годи, Гуру Варги. Да, ну это уже тавтология. То есть это очень возвышенный процесс. Харикришна! Спасибо. Продолжение следует... Я постараюсь надолго, но все хотят посвящить Хараджу. Учитель, если не учитель, на коробочку сверху. Истинный учитель является представителем Господа. По милости Господа мы получаем духовного учителя. Мы не можем получить Кришну напрямую. как бы мы ни старались, читая какие-то Веды или Кураны, пытаться достигнуть своим умом, но нам не достичь Господа самим. Мы можем желать этого, и свыше наше желание, сердце Кришна дает нам учителя. Тогда мы принимаем учителя, и уже по милости своего учителя, когда мы совершаем ладжан, мы совершаем служение и выполняем вани, наставления своего учителя, удовлетворяя учителя, по милости его мы получаем Кришну. Таков процесс. Поэтому если мы искренне, если мы желаем действительно искренне достичь Кришну, то мы и честно выполняем наставления учителя. Если мы не искренне, если мы пытаемся достичь каких-то материальных желаний, мы, конечно, их получим, но мы не получим Кришну. Потому что процесс должен быть честным, он должен быть непрерывным и бескорыстным. Это определение Уттама Бахтина. Аня Абдилат Недашу Яна Крамад Дианавритам Ануклен Ануклен Анашиланам Бахти Утама. Только такой процесс чистый, непрерывный, искренний и бескорыстный может привести нас к Кришне. И он должен быть направлен прежде всего на служение своему Гуру Дэру. Этот Гуру должен быть принят сердцем, искренним сердцем мы получаем искреннего Гуру. Если у нас есть материальные желания, мы можем получить неистинного Гуру, и тогда процесс будет бесполезен. Ну, это моё понимание. Спасибо, я остался недолго вашего придаст. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ РАМАТРАСВА РУПАМ РУПАМ ТАСЬЯ ГРАДЁМ РУПАМ МАГДАЛИМ ГОСТЬ ХАВАТЪМ РАДАКУМ НАМ ДЕРИВА МАХУ РАДЯКА МАГАВАЩАМ РАДТОСЬЯ ПАЯШЛИГУ РАДАНТОСЬ Приняв Если Ваг Дева троет на меня свою милость, я смогу что-то сказать славу Шри Гору, потому что только пришел слушать Вайшнавов, уже было много сказано о необходимости принятия Шри Гору, кто такой Шри Гору, какие качества Шри Гору, веды говорят, как удивительно, что вообще какие-то святые личности здесь проповедуют святое имя в этом мире, полного греха, невежеству, как это удивительно. Как мы можем выбрать настоящего Гору? Я сегодня открыл Фейсбук, там из речения, что человек выбирает Гору согласно своему неприятию Господа. Значит, как мы будем выбирать? Если мы сами будем выбирать, кого мы будем выбирать? Мы будем выбирать того, кто будет удовлетворять наши материальные потребности, наши чувства. Кому-то нужен такой идол, такой ангел-хранитель с белой бородой, который где-то там летает, над нами наблюдает, как мы занимаемся греховной деятельностью, да, и отблагословляет, лишь бы только не вмешивался в нашу жизнь. Нет, это не пойдет. Веды дают характеристику настоящего Гору. Три основных характеристики настоящего Гору. Первая характеристика Шабде Брамани. Гору должен в совершенстве знать Священное Писание. Иначе возник какой-то прецедент. Гору дадут вопрос по Священному Писанию, а он сам не знает. Ну как мы будем верить этому человеку, который... Ну я и не знаю, я это не читал. Второе качество Пары Брамани. Гору должен непосредственно воспринимать духовную реальность, другую реальность. Он должен непосредственно видеть Господа, слышать Его звук флейты, видеть Его спутников, видеть духовный мир. Иначе если Гору теоретик, ну я теоретик, он теоретик. Ну на какой-то стадии это поможет. Конечно, поможет. Потому что далеко не все из нас сразу получили настоящего Гору. На начальной стадии мы можем принять пример еще у настоящего Гору, сад Гору, совершенной личности. Но мы не готовы, у нас много анарх, кончится это оскорбление. Мы не будем следовать. Было очень много примеров, когда приводили Гору Деву преданных, которые много лет в организации занимались служением. Иногда что-то повторяли, иногда занимались какой-то сэвой. Ну вот сад Гору, бросай всех, иди к сад Гору. Они пришли к сад Гору, Гору дал им наставление. Они не готовы выполнять наставление, они не хотят выполнять наставление. И очень быстро они вернулись к нормальной человеческой жизни. И третья характеристика Гору, у него не должно быть грубых материальных привязанностей, таких как привязанность к деньгам, к положению, к славе, к противоположному полу. Иначе то рай. Чем отличается он от остальной массы людей? Подразумевается, что если духовный учитель воспринимает иную реальность, у него, как говорит Крис на Багавадгите, у нас вадим, доставьте себя парамдриштра, парамдриштвани вартате. У него не должно быть никакой привязанности к материальному низшему вкусу. Но если он говорит хорошие и красивые речи, знает совершенно священное писание, и тем не менее у него сохраняется вкус к низшим вещам, то такой Гуру не поможет. Я не хочу больше тратить время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Простите меня, пожалуйста, что я говорю. Я, конечно, все что-нибудь скажу, если Гуру Дэву будет так милостей. Я погромче буду говорить. Я вчера слушала, вообще, я каждый день, если я не слышу голоса Гуру Дэва, значит, я не живу. Если послушать Гуру Дэва, то он всегда, вот вчера, я сейчас сидела и думала, он хорошо показывает, я говорю, я не знаю, что говорить. Но вчера вот я слышала Гуру Дэва, ему задают вопрос. У нас есть сварупа, у нас есть душа. Зачем тогда Гуру Дэв дает нам вот эту инициацию? Зачем мы выбираем вообще Гуру Дэва? И Гуру Дэв очень, очень так сказал мудро. Я думаю, что тут есть новый кто-то, кто хочет, наверное, принять инициацию или еще что-то посмотреть, выбрать как-то. И он говорит, у нас есть душа, у нас есть сварупа, и у каждого она разная. Но Гуру Дэв, он тот человек, который даст семя, семя, которое он будет поливать, на которое он будет смотреть, которое он будет взращивать. Потому что без руководства Гуру Дэва могут даже, когда растет дерево Бахти, то там растут сорняки. И за этими сорняками тоже наблюдает Гуру Дэв. Он смотрит и очень умело, он всегда говорил, что я присылаю, если я сам не могу приехать, я присылаю своих вайшнавов. Это мои руки, это мои ноги, это мои глаза, это мои уши, это мой рот. И когда мы принимаем наших вайшнавов как самого Гуру, который... Вот я слушаю Шридхара Махараджи, но я знаю, что это говорит мне мой Гуру Дэв. Это он мне говорит. И если мы так относимся, что Гуру Дэв это моя жизнь, это моя душа, и только он сможет привести меня к Богу, тогда все-все получится. И я хочу вам сказать, что все, кто здесь собрался, именно придя к Шридхару Махараджу, это те люди, это очень удачливые дживы, которые могут общаться и не только с Шридхаром Махараджем, но и со всей Гуру Парампарой. Потому что Гура Парампара это в каждом вайшнаве, а наш Гуру Дэв Шрил Нарайна Махараджи это представитель всей Гуру Парампары. И также, когда Ума Диди говорила, что нет такого больше Гуру Дэва, как наш Гуру Дэв Нарайна Махараджи, но есть вайшнавы, которые Шридхар Махарадж, Буан Махарадж, Мадова Махарадж, они обязательно будут такие, они все такие, они все пришли из духовного мира. Шридхар Махарадж Гуру Дэв всегда говорил, если моя Вьяса Пуджи, не нужно меня прославлять, прославляйте Гуру Парампару, прославляйте моих вайшнавов. Я вот хочу вам сказать хотя бы несколько слов. Шридхар Махарадж, он жил во Вриндаване, он самого малого возраста, он жил в Дхамме, он соткан из этого, и поэтому, если принять какого-то учителя, сердце должно подсказать, и обязательно каждый выберет своего Гуру Дэва. Но если этому Гуру Дэву отдать всю свою жизнь, то ваша жизнь будет обязательно удачной. Обязательно нужна вера, что это мой Гуру Дэв, и он мне все-все даст. Как говорит наш, когда ушел Гуру Дэв, то Мадова Махарадж говорил, мой Лада мне все даст. Вот наш Лада все нам даст. Потому что кто такой Гуру Дэв? Он пришел из духовного мира, его послала сама Шрима Асирадхика, он вечный спутник Кришны, и он пришел для того, чтобы помочь нам, чтобы помочь нам выбраться из этого, и мы не одну уже жизнь идем с нашим Гуру Дэвом. Потому что, когда мы встречаем Гуру Дэва, это говорит о том, что нашей материальной жизни пришел конец. Значит, в эту жизнь, или еще, может, несколько жизней, но мы обязательно прижем к Кришне. Мы обязательно будем служить Кришне. Служить Кришне и Радхе. А пока мы можем служить нашим Башнам. Меня не остановите. Башнам. Спасибо. Поехали. Спасибо. Гурдев говорит, посмотрите, какой гумутет у нас есть. У нас Чинтамани. Камень исполняешь желание. Чинтамани особенность оси. Он прикоснется к обычному камню и превращает его в золото. Железо прикасается. Пусть Чинтамани, когда прикасается к железу, железо превращается в золото. Гурдев к нам прикоснулся, нам подобным железу, он может из любого превратить в золото. Смотрите, какие у него золотые ученики. Я формалист книжный, прошу прощения. Прежде всего, я хочу предложить свои смиренные и защитные поклоны своему дорогому Дикши Гуру. И так же, все наши гуру Гуру Варги, всем Вайшнавам, прошлого, настоящего и будущего. Всем моим дорогим братьям, сестрам, новому поколению и всем нашим гостям. Дело в том, что момент волнительный, большая аудитория и очень сложно сейчас прославить Вьяса Дева и Гуру. Татвы после того, как выступили старшие Вайшнавы, после того, как Чипачидар Махарадж очень удивительным образом и подробно рассказал о славе этого дня, о славе Вьяса Дева, о славе Гуру. Гуру уже говорили о Абхаве, о Гуру, было немножко Татвы, поэтому все, что мне остается, но овощного и милостивый, да, они всегда немножко оставляют. Крупицу милости, крупицу просада всегда оставляют, поэтому я, недолго думая, просто поделюсь своими впечатлениями, кто для меня Гуру, что для меня стало Гуру Татва в жизни, что для меня, кем для меня явился мой дорогой духовный учитель. Одним из главных достижений, одним из главных, скажем так, событий, возможно, такое слово подойдет, одним из главных результатов того, что происходит при встрече с Гуру, для меня в жизни стало, это то, что Гуру, он меняет сердце. Не могу сказать, что произошли какие-то глубокие перемены, но, тем не менее, у кого-то при первой встрече это происходит, у кого-то это происходит в течение, ну, чаще всего, да, это происходит при первой встрече, но, может быть, кто-то понимает это сразу, кто-то спустя время, да, какой-то миг, какая-то капля понимания того, что Гуру, одно из главных его совершений в жизни каждого человека – это то, что Гуру меняет сердце. Медленно, но верно, да. Мне не довелось пообщаться за короткое время очень близко со своим духовным учителем, но, тем не менее, после того, как он ушел, ушел, скажем так, в непроявленные игры, все то время, которое было под его руководством, за все это время та капля понимания, она пришла, что Гуру, он меняет сердце. Гуру – это вечная татва. Татва – та истина, которая так же вечна, как сам Господь, как духовный мир, как духовная реальность. Гуру приходит за нами. Не мы приходим, не мы ищем Гуру. Что мы можем, кого мы можем найти, как уже было сказано, да, Гуру приходит за нами в жизни, в жизни. И позавчера мы также прославляли этот прекрасный благословенный праздник в Ясадево, прославляли гуру, нашего гуру Дева, гуру Тату в целом. И это удивительно, что если мы встречаем в своей жизни настоящего гуру, того, кто очень-очень близок к божественной чете Югала Кишора, кто очень близок к Матери Радхарани, кто очень близок к Кришне, если такая личность приходит на землю, если мы встречаем такую личность, то наша жизнь меняется таким образом, меняется сердце. И мы уже ничего не можем сделать. Все наши желания, они медленно, но верно рассыпаются прахом. Остаётся только желание нашего гуру. Наша жизнь медленно, но верно переходит под его руководство полностью. И где бы мы ни оказались, что бы ни произошло, гуру наш вечный благожелатель – это та личность, которая никогда не уйдёт из нашей жизни. Все уходят. Друзья, родители, близкие, возлюбленные. Гуру Дев, он остаётся всегда и всегда придёт за нами. В любую самую страшную, в самую большую неприятность наш единственный благожелатель – это гуру. Поэтому я желаю всем встретить такую личность, встретить ту личность, которая действительно очень близка к Божественной Чите, и радую Кришну. Шилагурдаева кий-джа. Шилагурдаев. Шилагурдаев. Кто ещё ученики Гуру Дев, поднимите руку. Шилагурдаев. Шилагурдаев. Махарай сейчас был на Радоятре и принес оттуда джаганат Махапрасана, поэтому не уходите, никто не попробовал. Продолжение следует... Продолжение следует... Присоединяюсь ко всем словам, сказанным выше. Это действительно очень-очень важная тема. Нет больше таттва, о которой говорили наши ваишнавы. Это самая большая таттва, о которой говорят все ваишнавы. И кто же такой гуру? Этот вопрос задают на самом деле очень благочестивые люди, у которых позволяет Сукрити задать этот вопрос. И самые искренние люди, они находят этот ответ. Даже Парвати спрашивает у Шивы, она говорит, спрашивает, кто же такой садгуру? Она спрашивает у Шанкара, скажи, пожалуйста, кто же такой этот гуру? И Шанкара отвечает, существует так много гуру. В наше время мы сейчас можем увидеть, что гуру растут как на дрожжах. Все время кто-то приезжает в какой-то махараджи из Америки, из Индии, из всех стран. Все йога-клубы заполнены всякими семинарами. Но Шива говорит, что существует много гуру. И только садгуру, садгуру Турлабадевим, очень редко настоящий садгуру, который сможет избавить своего ученика от всех страданий. Шиша Санта-Пагарака. То есть гуру может избавить нас от всех страданий. Мы перед лекцией обсуждали эту тему. И Нагар Диди очень хорошие примеры приводила, очень доступно рассказывала, какие виды страданий бывают. Не будем углубляться в эту тему. Мы все понимаем, что мы здесь страдаем. Но садгуру способен нас вытащить из этого материального мира, который горит синим пламенем. И избавление от страданий — это еще не означает счастье. Многие думают, что избавившись от страданий, мы обретаем счастье. Есть даже многие течения, и религиозные, они направлены на это. Нирваны там все такое. Но избавление от страданий — это несчастье. Это то же самое, что если у нас болит зуб, вырывая его, мы думаем, какое счастье. Но это как бы несчастье, это просто отсутствие страданий. Таким же образом избавившись от страданий — это еще не все. То есть мало того, что гуру может избавить нас от всех страданий, он еще может дать высшее благо. Тасмат Гурум Прападетта в этих словах сказано, что гуру может дать высшее благо. И кто же такой Садгуру? Как же его определить, каково его качество? Васудам Прабу объяснил нам эту шлоку «Тасмат Гурум Прападетта» — это очень важная шлока, говорящая о качествах Садгуру. Без гуру невозможно обрести высшее благо. То есть что такое высшее благо? Что такое счастье? Счастье — это любовь. Счастье — это отношения. И любовь бывает разного вида. Есть материальная любовь, есть духовная любовь. Материальная любовь, мы знакомы с ней. Все мы знаем, что это такое. Мы знаем, что это очень бренно, это как сравнивает Вайшнава, это как есть кир с песком, с грязью. Кир сам по себе очень вкусный, но это грязь, этот песок, он не может нас удовлетворить, причинять нам страдания. Также это материальное счастье. Высшее счастье можно обрести в отношениях с идеальной Личностью. Идеальная Личность — это Господь, Господь Шри Кришна. И развить с Ним отношения можно только через Гуру. Каким образом? Это то же самое, что… Если вы являетесь другом какого-то известного человека, то вы также попадаете под крупный влияние этого человека и пользуетесь благами в обществе и так далее. Вы как-то тоже имеете славу, имеете все его достояния каким-то образом. И также, если мы общаемся с Господом, то есть мы общаемся с Гуру, то у нас есть как бы… мы можем прийти в этот круг. И это то же самое, что если мы захотим попасть к какому-то известному человеку или даже к президенту нашей страны, это будет невозможно. То есть это реально невозможно. Но если у нас есть знакомые, если у нас есть связи, если у нас знакомый премьер-министр или секретарь, то мы можем прийти к президенту. Таким же образом, если у нас есть Садхгуру, мы можем прийти к Шри Кришне. Что еще хотел сказать? Нужно знание, нужно знание, чтобы… Простите, я положу эту штуку. Нужно знание, знание об отношениях. Почему-то люди думают, что… Простите. Почему-то люди думают, что счастье — это то, что должно прийти спонтанно, что должно быть естественным образом какой-то прийти. Нет, этого нужно заслужить. И нужно изучать Сиданту, нужно служить Вайшнавам. К нам приехал Шидар Махарадж. У нас есть такая возможность служить. Это увеличивает наше Бхакти-Сукритя. Таким образом, мы сможем постичь какую-то долю той реальности. Но говорится, что тот, кто развил… Что такое, живя в Вриндаване, учась под руководством Шипат Парамеши Прапу, я запомнил очень хорошую вещь, в которой он говорил, что такое Гуру Бхакти, что такое Кришна, Кришна Бхакти. Он говорил, Кришна Бхакти — это изначально Гуру Бхакти. А что такое Гуру Бхакти? Это Вайшнава Бхакти. И если мы развиваем Бхакти к Шипуру, такой же Бхакти к Шипришне, есть такой стих, «Ясядеве парабактир, ядхадеве тадхагурор, та ситэкатхитаги, артапракашантэ махатмана». Всё знание проявляется в сердце того ученика, который развил Бхакти к Шипуру и к Шипришне. Точно такой же Бхакти к Шипуру, такой же, как к Шипришне. И поэтому, я извиняюсь, что задерживаю Гаур Рарити. Нам очень повезло, как говорится, в другом стихе, если мы не воспользуемся этой ситуацией, то есть не воспользуемся этими возможностями, потому что у нас есть настоящий процесс, у нас есть настоящая Личность, которая может вести по этому процессу, у нас есть настоящая цель. Если мы не пользуемся этими возможностями, то мы являемся убийцами собственной души, на тараттаса атмаха. Поэтому давайте же будем развивать привязанность к лотосным стопам Шипуру и Вашнам. Рекишне. Спасибо. Спасибо.